Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с мифологией Манту, древний бог города Германтиса, в области которого находились возвысившиеся и ставшие столицы Египта Фивы, которые также почитали Манту, откуда его традиционный эпитет у ладыка Фив. В Фиванском пантеоне периода нового царства Манту входит в состав триады Амон Мут Манту и считался сыном Амона и богини Мут. Первоначально Манту принадлежал к числу солнечных божеств и изображался нередко подобно Ра с головой копчика. Но при 19 династии получил характер бога войны. В этом образе он выступает в эпосе Пентаура, как покровитель воинственного царя Рамсеса II в битве при Кадеше. Супруга Манту, Кененен, Манту был соколом, богом войны в древнеегипетской религии, воплощением всепобеждающей жизненной силы фараона. Ему особенно поклонялись в Верхнем Египте, в районе Фив. Очень древний бог Манту изначально был проявлением обжигающего действия Ра, солнца и как таковой часто появлялся под эпитетом Манту-Ра. Разрушительность этой характеристики привела к тому, что он приобрел характеристики воина и в конечном итоге стал широко почитаемым богом войны. В египетском искусстве Манту изображался в виде человека с головой сокола или быка, с головой, увенчанной солнечным диском из-за его концептуальной связи с Ра, либо с двойным, либо в единственном числе уреем и двумя перьями. Сокол был символом неба, а бык – символом силы и войны. Он также мог владеть различным оружием, таким как изогнутый меч, копье, лук со стрелами или ножи. Грехи ассоциировали Манту со своим богом войны Арисом, хотя это не помешало его ассимиляции с Аполлоном, вероятно из-за отличавшего его солнечного сияния. Геличайшие полководцы короля Египта называли себя «могучий бык», сын Манту, Манту с его сильной правой рукой. Надпись Аминхотепа II напоминает, что 18-летний фараон мог пускать стрелы в медные мишени, управляя боевой колесницей, отмечая, что он обладал мастерством и силой Манту. Аминхотеп III великолепный называл себя Манту-исправителей, несмотря на свое собственное мирное правление. В великом храмовом комплексе Карнака, к северу от монументального храма Омона, царь Аминхотеп III построил священную ограду для Манту. Во времена Среднего царства ему был посвящен другой храм, малоизвестной крепости Уранарти, недалеко от второго порога Нила. Ну вот так вкратце из Википедии о Манту, древнем боге города Ермантиса. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok